Обычное одеяло изолирует нас от холода, так что под ним через некоторое время можно согреться, но поначалу немного некомфортно. А есть электрические одеяла, которые помогают быстрее согреться. А еще бывают электроматрасы, электропростыни и электрогрелки. Чем они отличаются друг от друга, насколько безопасны, как ими пользоваться и как их чистить? Давайте разбираться. Электроодеяла могут различаться материалом, размером, мощностью и формой. Но устроены они примерно вот так. Плоский кусок материи, внутри которого змейкой уложены нагревательные элементы, чтобы эффективно прогревать всю площадь одеяла. Внешний материал может быть любой. Хлопок, плюш, полиэстер и так далее. Кабель питания вместе с блоком регулировки мощности, как правило, несъемные. С помощью этого блока одеяло включается и настраивается степень нагрева. Их может быть несколько, но обычно две. Самый мощный нагрев и самый слабый. Для начала нужно выяснить, какой вид нагрева в конкретном электроодеяле. Большинство современных моделей инфракрасные. Это значит, что элементы сами по себе греются слабо. Но стоит человеку лечь на такое одеяло, тепловое излучение начнет ощущаться. То есть нагрев идет не от материала одеяла, а непосредственно от нагревателя. У одеял без инфракрасного нагрева нужно дождаться, пока элементы прогреются сами. Передадут тепло материалу, нагреют его и уже только после этого человек может почувствовать тепло. Производитель утверждает, что инфракрасные модели более безопасные и быстрее нагреваются. А в этом ролике мы подробно рассказывали, чем отличается инфракрасный нагрев от классического на примере обычных обогревателей. Но если вдруг интересно. Помимо обычных электроодеял, есть еще электроматрасы и электропростыни. Последняя отличается тем, что заметно тоньше. И еще она кладется под обычную простынь и греет человека через нее. А на электроодеяло ложится уже сам человек и получает тепло напрямую. Точно так же работает электроматрас. По толщине и материалам они могут быть практически одинаковыми. Отличается только размер. Вот так выглядит электроматрас, а вот так электроодеяло. Зато приборы следующего класса отличаются значительно. Правда в основном конструкции. Это электрогрелки. Вот так выглядит простая электрогрелка. Напоминает электроодеяло в миниатюре. Есть даже вот такой чехол под одеяльник. А это тоже электрогрелка, только анатомическая. С помощью такой можно обогреть только ноги. Зато довольно эффективно. Анатомические грелки как бы скроены под определенную часть тела и нагревают только ее. Электроодеяло и грелки бывают разные, но работают примерно одинаково. Прежде всего, это электроприбор, и без присмотра его оставлять нельзя. Внимательно следуйте инструкции. Перед тем, как включить электроодеяло, его нужно положить и полностью расправить, чтобы не было складок. Иначе оно начнет греть само себя и может загореться. Расправили, теперь можно включать. Начать можно с максимальной мощности. Так оно сработает быстрее. Но в самом горячем режиме нельзя использовать электроодеяло долго. Через полчаса лучше перевести его на минимальный режим, чтобы не перегреть. А теперь самое интересное. Электроодеялом не накрывается. Предполагается, что электроодеяло лежит на простыне, а человек находится сверху. Можно еще и обычным одеялом укрыться, если тепла не хватает, но не электрическим. С электропростынью нужно положить ее прямо на матрас, либо на поверхность, которая его заменяет. Затем сверху положить обычную простынь. После этого можно включать электроприбор и ложиться сверху, укрываясь обычным одеялом. Все пункты инструкции по безопасности сводятся к тому, что нужно исключить внутренний перегрев, чтобы элементы не начали прожигать внешний текстиль электроодеяла. То есть нельзя долго держать одеяло включенными на полной мощности. Использовать сразу несколько приборов, которые могут нагревать друг друга. И эксплуатировать одеяло в смятом состоянии, даже если такой способ показан на рекламной обложке. Опять же, потому что в смятом виде слои электроодеяла будут нагревать сами себя. Пододеяльники тоже запрещено надевать по инструкции. После такого списка ограничений появляется разумный вопрос, а можно ли на таком одеяле спать всю ночь? Некоторые производители гарантируют работу до 8 часов. Ну, конечно, на минимальной мощности. И нет, спать в это время нельзя. Такой запрет в инструкции тоже есть. Поэтому сначала выключаем грелку, потом засыпаем. Удобно, если у одеяла есть функция автоотключения через какое-то время. А если ее нет, можно схитрить. Включить электроодеяло в умную розетку и настроить ее отключение, скажем, через час. Тогда можно заснуть в тепле и не беспокоиться, что одеяло будет работать всю ночь без контроля. Еще электроодеяло нужно периодически осматривать, чтобы не было проколов, надломов и прочих повреждений. Заливать жидкостью все эти грелки тоже нельзя, а стирка допускается только ручная. В машинке стирать точно нельзя, провод несъемный. Все придется оттирать самостоятельно и очень аккуратно, чтобы не наделать дыр в одеяле. После очистки нужно сушить, но нельзя отжимать, чтобы не повредить нагреватели. А вот эту электрогрелку с отсоединяющимся кабелем производитель вроде бы разрешает стирать в машинке, но тоже без отжима. И, конечно, нужно отсоединить перед стиркой кабель. Впрочем, у нее есть вот такой чехол, который можно и стирать, и отжимать, и гладить. Вот с этой электрогрелкой тоже довольно легко. Можно снять внутренний чехол и постирать его, а внешнюю часть придется почистить вручную. Электрогрелки одеяла действительно помогут согреться, но это приборы, которые требуют повышенного внимания и осторожности. Не допускайте повреждений и перегрева, подключайте через розетку с таймером или используйте автоотключение. Не включайте на полную мощность надолго, и тогда электроодеяло согреют в любой холодный день. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok